Всем привет! Меня зовут Елена Данилова. Я хочу показать вам свои катушечки, которые я придумала для резинок для блокнотов. У меня раньше они были в ужасном состоянии и постоянно запутывались. И поэтому я решила сделать для них катушечки, которые будут не только удобными, но и служить реквизитом для фотосессий. Все началось с того, что при создании моих маминых сокровищ у меня постоянно остаются вот такие кружочки-сердечки из пивного картона, которые мне жалко выкинуть, но я не знала, куда их приспособить. В моих маминых сокровищах я постоянно использую резиночку для детского комодика. Они у меня идут в разном цвете, их большое количество. И я решила создать систему, в которой я буду хранить их красиво и удобно. Эти катушки обошлись мне, можно сказать, в 0 рублей, так как пивной картон у меня оставался от создания маминых сокровищ. По тому же принципу у меня остался утеплитель. Я пользуюсь только утеплителем SlimTex. Он не очень дорогой, но очень качественный и удобный в использовании. И также у меня по такому же принципу остаются сердечки из плюши, с которым я работаю. Ну, не обязательно это делать из плюша, просто с ним работать мне нравится намного лучше. И работы из него получаются более такие мимимишные и какие-то милые, на мой взгляд. Для создания катушек я использую вот такие тубы от кассовых лент. Это могут быть любые тубы от бумажных полотенец или еще от каких-то бытовых предметов. В общем, смотрите сами. Если вы не знаете, где взять такие тубы от кассовых чеков, обратитесь куда-нибудь в магазин, если у вас есть знакомый, кто там работает. У них постоянно остаются вот такие вот штучки. Для одной катушки мне понадобится два сердечка. Это могут быть и сердечки, и кружочки. Это на ваш вкус и цвет, так сказать. Также мне понадобится... То есть вот в таком будет виде катушка. Вот так вот она будет у меня. Первое, что я сделаю, это намажу клеем. После я ножницами вырезаю лишние остатки утеплителя. У меня получаются две картонки с утеплителем. Далее мне нужно обтянуть их плюшем или другой тканью, из которой вы делаете. И вот, что должно было у меня получиться. Обратите внимание на то, как ровно у меня прострочено по краю. Этот секретик идеальной строчки по краю сердца или круга я рассказываю в мастер-классе по новогоднему шейкеру. Под видео я оставлю ссылочку про этот мастер-класс. Любой, даже новичок, сможет это сделать, так как есть специальная техника, по которой делается идеальная строчка. После того, как две части катушек у меня готовы, я приступаю к другим частям. Обратите внимание, чтобы эта туболь легко входила в это отверстие. С помощью клея-карандаша я промазываю эти части, чтобы приклеить их на ткань. Продолжение следует... И так у меня получилось две таких детали и две таких. Продолжение следует... Итак, после того, как у меня все готово, мне нужно намазать внутреннюю часть колбочки, трубочки. Вот так вот, очень осторожно. В случае с сердечками мне нужно смотреть, чтобы они были приклеены идеально ровно, чтобы одно сердечко не косилось в одну сторону, в другую, в другую. Но это будет смотреться не очень хорошо. А так катушечка получается ровненькая. Теперь мне надо поставить, чтобы ровненько тут приклеилось. Ни в какие тиски это зажать не могу. Просто я оставляю это вот в таком виде. Сбоку я смотрю, чтобы у меня тоже ничего не косилось. Вот так вот, смотрите. Все, оно засохнет и будет очень крепкой катушечкой. Она у меня замечательная. Приглашаю вас на свою страничку в инстаграм, где море мимимишности и мятно-розовых расцветок. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.